Доступные бассейны. О том, чтобы каждый ребенок мог научиться плавать в рамках школьных занятий, мечтают многие родители. В Чувашии в ближайшее время планируют эту задачу решить. Каким образом, глава Чувашии обсудил на рабочей встрече с первым вице-президентом Всероссийской Федерации плавания Игорем Гориным. Чувашия станет одним из пилотных регионов, где будет реализовываться программа плаваний для всех в рамках национального проекта образования. Что это означает? Бассейны должны стать более доступными. Их планируют оборудовать при медицинских учреждениях, при школах, на предприятиях. Эта задача возложена на региональное министерство физической культуры и спорта, министерство образования и муниципалитеты. Как одна команда должна на результаты работать. Видите, пример, который будет координировать. Это Владимир Николаевич и спорт, и физкультуру, и муниципальное образование. Потому что мы должны достичь показателей ключевых. Это и демография, это и долголетие, это и здоровье, обмен веществ, чтобы люди меньше болели. И главное, смысл всех тех мероприятий, которые запущены, бедными заключается. Отдельная подпрограмма рассчитана для начальной школы. Всеобуч по плаванию в Российской Федерации. В ее рамках дети, начиная с 7-8 лет, будут учиться плавать во время школьных занятий физкультурой. Помимо хорошего самочувствия, системные занятия плаванием в школах помогут выявить и отобрать перспективных детей для большого спорта. Первый вице-президент Всероссийской Федерации плавания Игорь Горин – один из инициаторов реализации программы. И работает над ее распространением в регионах. Голодец, видите, отметил на форуме, что плавание становится самым популярным видом спорта среди детей. Но, как вы отметили, я посмотрю вас, региональная газета, сейчас необходимо сосредоточить усилия на качественном выполнении предусмотренных мероприятий. В рамках реализации проекта «Всеобуч по плаванию» необходимо обеспечить школы материально-технической базой и инструкторами. Это серьезная задача, которая будет решаться поэтапно. Продолжение следует...